Что можно назвать данной журналистикой, то есть анализируем разные данные и пишем на их основе познавательные и развлекательные исследования. Я сегодня немножко расскажу про данные, про то, как мы с ними работаем, будет много примеров, ну и буду рассказывать, это самая простая вещь на самом деле, но будет много примеров из наших исследований, они вам пригодятся, возможно, для ваших людей. Итак, у Яндекса, как у крупной IT-компании, есть очень много разных данных. Во-первых, это данные, на которых просто работает наш сервис, из которых они достают нужную информацию в ответ на запрос пользователя и отдают ему нужную жизнь. Например, это для Яндекса базы географических объектов, организаций, для маркета, для описания характеристики товаров, информации в магазинах, отзывы покупателей. Для кинопостов точно так же базы фильмов, информация о актерах, режиссерах, бюджетах, форах, рейсинге фильмов на основе оценок пользователя. Во-вторых, это данные, которые мы накапливаем в процессе взаимодействия пользователя с нашими сервисами, логи. Это то, что делает пользователь в наших сервисах, какие запросы он задает, сколько времени там проводит, на что он кликает, какой картон употребляет. Эти данные нужны для развития наших сервисов, чтобы они становились удобнее для пользователей. Например, если мы знаем, какие запросы вбивают люди, а потом на какие сайты кликают, мы можем им в результатах поиска показывать выше те сайты, которые больше продают. Или, зная, какую музыку они слушают, мы можем рекомендовать и новую, которую они не слышали, но которая, наверное, им понравится. Тут нужно сразу заметить, на всякий случай, что все данные, с которыми мы работаем, они обезличены. Вот выгрузка из поискового лога выглядит примерно так. Тут нет ни имен, ни фамилии, ни телефона. Все данные, они реализируются без лечения в общении. Еще раз начать. Данные нужны Яндексу для того, чтобы сервисы ополнили, чтобы они отдавали ответы на запросы пользователей. Второе, для развития сервиса. Для персонификации их ответа. Ну, кроме этого, данные можно использовать для того, чтобы узнавать разные новые вещи. Так появляются истории, основанные на данных. Они могут быть полезны. Например, по данным Яндекс Пробок, можно сравнить московские регистрали, главные московские регистрали, по времени проезда утром от МКАДа в центр до Садового кольца, вечером из центра. А вот, между прочим, и утром вечером быстрее всего едет Кутузский из Венегорода. А могут быть менее серьезными, а скорее развлекательными или любопытными. Вот, зная, что люди слушают в разных регионах, можно найти самые характерные музыкальные стили для, опять же, отдельных областей. Скажем, в Челябинской области это почему-то не даст травила прогрессива. А в верхнем крае транса. Или другой пример. По данным Яндекс Карт можно найти 10 самых кривых и изгибистых улиц России. Ну, здесь кривые, кривизну улицы мы определяем по степени отклонения от прямой линии, а изгибистость это число поворотов и изгибов. И город самый нашим числом известных улиц это Сочи. Эти данные, интернет-данные, позволяют нам сегодня измерить то, что раньше было принципиально неизмерено, о чем мы могли только догадывать. Например, как мы могли бы раньше узнать, какие правила русского языка вызывают больше всего вопросов у людей. Ну, наверное, можно посмотреть на результаты школьных экзаменов или контрольных, в этом там не искусственная ситуация. Что интересует взрослых и в обычной жизни, а не на экзаменах, как это узнать, мне очень понравилось. Теперь мы можем взять обращение поискового запроса, в котором люди спрашивали, как пишется кривое слово. Пронаризируйте и найти. Вот здесь есть самых сложных правил русского языка. Слева правила, справа примеры запросов, которые выкладывались. Есть три очень-очень простых, но важных принципа, которые мы всегда следуем при подготовке наших следований. Их необходимо соблюдать, чтобы выводы относились к действительности, а не были просто против вывода. Во-первых, данных должно быть достаточно много. Например, мы видим, что резко выросли число киклозапросов по трансцендентальной инвестиционной категории, и эти пиксы, ага. Смотрим, сколько их. Было 0, а стало 6. Но понятно, что здесь нельзя делать какие-то выводы, что о чем что-то в мире поменялось. То есть, скорее всего, это 70 философии карта. Если мы видим прирост сотни тысяч, миллионов запросов, то это уже о чем-то говорит. В данном случае начался гримной сезон. Во-вторых, наши данные должны говорить о людях. В окружающем мире, а не особенностях наших сервисов. Вот на главной странице Яплеса, по поисковой строкой, появляется поисковая подсказка, где находится карта. Если человек, который кликнет, то он пойдет на результаты поиска по этому запросу. Ясно, что число запросов такой формировки резко возрастает. Но это ничего не значит. Или в период активной рекламной кампании число посетителей код сервиса может увеличиться. Но это совершенно не значит, что люди все кинулись покупать дамы. Но в данном случае. И если у нашего сервиса какая-то очень узкая специфическая аудитория, то мы не можем воспользоваться данные этого сервиса для того, чтобы судить о людях вообще и о других группах пользователей. В-третьих, всегда нужно все вдуматься, все проверять. Нельзя верить сразу в объяснение, какими красивыми сопротивлениями они не были. Пару лет назад кто-то обратил внимание, что выросло число запросов по садовозу. Ну вот, со словами рассада, навоз, парник и так далее. Возникло очень соблазнительное и логичное объяснение. Вот кризис, люди стали жить хуже, и еду теперь самим приходится выращивать. Вот и все стали заниматься садовозом. На самом деле, если посмотреть на то, как увеличилось не абсолютное число запросов по садовозу, а доля всех запросов, то ничего и не изменилось. Ну то есть число запросов за год, всех запросов по садовозу выросло, то есть число запросов по садовозу. Интерес остался и так же. Вот логичное, с первого взгляда, объяснение, на самом деле, ничего не объясняет. Данных разных данных у нас очень много, и метод работы с ними тоже. Я поэтому сегодня расскажу, сколько время ограничено, я расскажу только про статистику поисковых запросов. Это один из самых интересных для нас, для наших исследований источников. Каждый день Яндекс отличает где-то на 200 миллионов запросов, только из России. Из мира больше, 250. Из России это получается 70 миллиардов запросов в год. Каждый из этих запросов пишется в поисковый лог. Я вначале показывал, как выглядит выпуск из этого лога, с которым мы работаем обычно. А вот так выглядит одна запись в логе полностью. То есть вот за год пишется 70 миллиардов таких записей. Здесь, в самом тексте, в самом тексте запросов есть регион, время, когда он был задан, тип устройства, браузер, операционная система, разная мифология и куча технической информации. Ещё раз, здесь людей никаких нет, всё безлично. Люди создают запросы на самые разные темы. То есть все темы, которые можно представить, так или иначе представлены в интернете. Бизнес от домашних животных, от фитнеса, блейзер-трейки. Благодаря этому мы можем судить, из чего устроен интерес к обществу, к чему они интересуются, к каким темам, и как они меняются. И вот, допустим, мы выбрали тему для исследований. Теперь нам нужно доставить запросы, которые к ним относятся. Проще всего это сделать, выбрав те запросы, в которых встречалось какое-то слово или словосочетание. Маркетинг, слова или словосочетание. Допустим, нам интересны сны у людей. Толкование каких снов люди ищут в польских ягодах. Мы допускаем, что в большинстве запросов про сны присутствуют слова «сон», «сольник», «снится» или «снится», «что снится», «к чему снится». Люди ехали трое этажей. Мы доставим все эти запросы, режем их на слова, приводим нормальную форму, строим ток и получаем вот такую картину, «что людям снится». Ну, точнее, толкование каких-то слов, они ищут верность. Тут, понятно, чем больше шрифт, чаще их слов встречается в запросах, а виднее – это связи. То есть, чем толще виднее, тем чаще их слов встречаются другим словом в одном и том же запросе. То есть, видимо, что здесь есть ребенок, кто маленький, женщина – билейная, парень – бывший и так далее. Другой пример. С помощью банкеров мы можем вытащить все запросы, которые сформулированы похожим образом. Например, в которых встречается «что такое», «что такое, что не будет пользоваться». Топы слов из таких запросов за несколько лет показывают, какие стали, новые слова, вызывают больше всего вопросов в прозвете. Тут видны самые разновидевающие события и всякие изменения, типа «снился», и какая-то особо новящая реклама, и школьная программа, вот видите, кто возвращается каждый год, и какая-то доля философских вопросов. «Что такое любовь?» до 2014 года, как минимум, с 2010 года, была на первом месте, потом ушла, потом вернулась, потом снова уступила, кайпу, спирижу, биткоин. Теперь возьмем более сложный случай. Если темы, которые мы выбрали, запросы на эту тему, нельзя писать в наборе каких-то маркетов. Допустим, нам нужно… Мы хотим изучить, что люди готовят, что они едят. То есть взять запросы, как примерили. Могли взять запросы и со словами, как «цеп», что-то не готовят, но люди часто отбивают просто название «прокоптов» или «блю», и произведение не было. И чтобы учесть все эти запросы, нужно оставлять какие-то огромные списки маркетов. Вообще, может, это даже не было нужно. В честь есть слова. В этом случае, мы идем с другой стороны. Мы считаем, что наш поиск хорошо понимает, что нужно пользователем и показывает ему те сайты, которые были в автором запросу. То есть мы не составляем не огромные, это полосальные списки маркетов, а выбираем, вот там, десять, сотни, не знаю, сколько популярных, в каждом случае показываем популярные сайты, которые относятся к этой теме, и выбираем все запросы, на которых эти сайты были среди первых результатов в ходе. Дальше мы делаем то же самое. Лежим словам и биграмм, может быть, считаем самые популярные, и получаем двадцать самых профессиональных продуктов, из которых в этом России победили и делали запросы. Что можно... Вот, допустим, у нас есть эти запросы. Что еще можно сделать, кроме того, просто посчитать самые популярные слова. Обычно мы смотрим на два среза. Временной и регионной. Временной показывает, как изменяется интерес к теме с течением времени. Это может быть за несколько лет. Вот, кстати, слайд секретный, он из исследований, который еще не вышел, в том числе видео. Здесь показано число запросов со словом «хотик», «котики», и все, у всех, у кого это слово «хотик». У нас вообще была гипотеза, что «котики», интерес к «котикам» стал плосать в интернете. Вот, мы хотели это увидеть, но, на самом деле, нет, они по-прежнему не закончатся. «Динамик» можно смотреть и грузистам в течение года. Это запросы про диету. Здесь видно, что «худеев» весной, готовность к лету, а перед Новым годом это совсем не то. Или это может быть динамика интересов в течение даже суток. Это циферблат поисковых интересов. Только здесь не в 12 часов, а в 24, а начинается он в 6. Короче говоря, здесь показаны пять самых характерных тем для каждого часа в течение суток. Здесь очень хорошо видны названия отдельных тем, здесь цвета помогают. Вот голубой – это личные дела. Там отвезти ребенка в детский сад, записаться в поликлинику, купить одежду, заправиться. Желтая – это работа. Вот видно, что личные дела работы актуальны утром и днем. Синие и темно-синие – это разные развлечения. Они появляются вечно, ближе к вечеру, тогда же появляется учеба – это красная. Ночью в основном люди развлекаются из рабочей темы именно только айти. Вот это айтишники, работают в помочах. Кроме темпорального, временного среза есть региональные. То есть, как интерес к теме отличаются в разных регионах. Это как-то сравнение, опять же, из исследований про сны, что смеется в разных регионах. Но на самом деле в разных регионах смеется одни и те же вещи. Рыбы, зубы, люди. Там топы слов, они почти везде одинаковые. Здесь показаны самые высоко аффинитивные слова. То есть слова со самым высоким аффинитивностью. Вы наверняка знаете, что это? Я коротко скажу на всякий случай. Аффинтииндекс показывает, как интерес к теме данной группы пользователей отличается от этого интереса к этой теме от всех пользователей. Вот прочный пример. Если, допустим, я задаю сколько-то запросов, вот из них 2%, и в 2% я спрашиваю про погоду. А в среднем все пользователи в одном проценте ваших платформов для меня эффективный индекс погоды, тема погоды составит 200%. То есть я в 2 раза чаще спрашиваю про погоду, чем ингредиенты. Вот эти методы нам помогают увидеть региональные особенности. И увидеть, как свойства реальности проникают в сны. Вот тигр, он в Приморском крае, где он находится. Медведи в Якутии, на Камчатке, на Чукотке, на Чукотке, на Раке, на Домой, на Волге и в Вехлодке. Пироги в Вологодской. И в Костромской области, а в Москве чаще, чем в среднем, намного чаще, чем в среднем, снится метро электричество. Бывают и другие средства. Просто эти два главных. Например, полуозрастные. У Яндекса есть технология крипто, она основана на машинном включении. Вот она анализирует поведение пользователя, учитывает кучу разных параметров и выставляет пользователю полный возраст с какой-то вероятностью. В небольших числах получается вполне правоподобный результат. Это самые характерные, высокоинфинитивные слова для мужчин и женщин. А это тоже другой срез, пример среза. Мы сравнили запросы из метро с запросами, которые задавали люди, которые еще сейчас платфайлы, интерполитивные слова, с запросами, которые задавали в целом городе. Чем ниже тема, тема более характерна для метро. Самая характерная для метро тема – это IT. Ее здесь еще раз в два чаще, чем в среднем городе. Видимо, люди, связанные с этой темой, они работают и у ученика. Также много спрашивают про разные развлечения в городе и как подобраться. А меньше, менее всего, характерный для метро – это порно-аргентивные услуги. там они чуть ли не в пять раз меньше их там еще. То есть вывод опрашивается, что люди стесняются, соседи. Есть еще один путь, правда более затратный – это разобраться в том, как внутри устроена тема. В прочем примере, вот мы взяли запрос про здоровье. Опять же, тема здоровья, она очень обширная, не описывается каким-то набором маркетов, там и болезни, и люди ищут симптомы, и сколько стоят анализы, инструкции к лекарствам, и вам взяли леча, и многое другое, и что у них не болит. Мы взяли все запросы, для которых показывались популярные сайты, посвященные здоровьям, дальше взяли случайный выбор. 10 или 20, сейчас не помню, закросы. И каждому проставили его рубку. Это симптомы, это болезнь, это про анализы. И, таким образом, получили картину, карту интереса к здоровью, как соотносятся разные части этой темы. Пару слов про визуализацию. Опять же, самые простые вещи. Понятно, что, чтобы зря получился интересным, главное, анализы, для того, иного текста часто недостаточно, нужны картинки. Картинки должны не развлекать читателя, а показывать им информацию, которую хочешь принести наглядно. Для этого используется инфографика. В общем виде, это то, что позволяет перенести нам значения абстрактные в одну систему координат, и сравнить их, показать их соотношения с помощью разных вызываемых способов. Цвет, форму, размер. Существует очень много разных типов способов визуализации. Чем всего подходит самый простой график. По нашему. Если нужно показать, как изменяется какое значение в течение времени, то подойдет линейная графика. Здесь по сути баллы, пробочные баллы, каждый час. Мы называем его верблюгом из-за блок горбов, но эти горбы это утренние ничем и часы. Если нужно показать рейтинг и для каждой позиции указать значение, то дадут столбчатые горизонтальные диаграммы. Если показать, как целы распределяются на части, то обычные подчерки. Может быть какой-то его более сложный вариант, типа три мэка. Тримэк позволяет показать, как устроен каждый из этих секретаров. То есть показать подчасти в частях, подчасти и подчасти подчасти. Распространенный прием, по крайней мере известный по блоку слов. Это части тела и запросы по здоровью. Чем больше слова, тем чаще встречаются. По сути, что болит, что беспокоит. Очень мощный прием вложить данные на карту. Сразу становится немного понятно. Если просто перечислял список названий пунктов, которые начинаются на блоку. А так вложили на карту. Большинство из них находится на блоку. Искаженные карты. Площадь стороны, соответственно, не является количеством поисковых запросов. Россия самая большая. Великобритания тоже огромная. Просто мы решили увлажить и отнесли все запросы по английски языку. А вот Африку не ищут. Видимо, только Египет с туристическим целью люди задавались запросы. Лу-Дагаскар. Возреваю, что это за мельфилом. Тепловые карты. Здесь показано, как изменяется время проездных центров в течение дня. Сколько ехать из каждой точки на карте можно в область внутри садового кольца. Чем краснее, тем дольше. по-моему, даже утренние в часы век утренние и видимо, запад едет быстрее, восток. Карты связи. Этот способ визуализации позволяет показать вам параметры. Здесь многие вещи важны. И расположение, и цвет, и размер объекта. Из исследований про мультфильмы мы взяли несколько тысяч мультфильмов популярных в лодке и пластеризовали их через два тутория вложить на карты. То есть, чем ближе к мультфильму, тем чаще ищут один и тот же подвиг. То есть, по сути, хотели бы получить картину, которая посоветует глянем, которую может быть мультфильм, который посмотреть в детстве. Здесь такая рыбка получилась голова от советских в детстве. в детстве. А хвост это анимальная противоположная сторона. А между ними переход от туловища. Для меня это мультфильмы Нианцаки. И пример из нашего старого исследования связи с российских городов. Мы тут замеряли, каким городом чаще всего интересуются жители каждого крупных городов. То есть, к каким городам они тянутся. Тут видно, что Перми все-таки относится к Уралу, по поисковому интересу. Хотя, официально она мокрая. Ну и в конце своего выступления покажу просто несколько примеров разных наших исследований. здесь мы изучали запрос мобильных устройств из Москвы. А заодно определили, где кончается центр. Не физически, а по поисковому интересу. Мы посмотрели, какие темы чаще ищут из лесового кольца. Одежда, бизнес, учеба, досугу горный. И относили к центру все места, которые, кстати, похожи на поисковый интерес. И вот получилось, что например, на востоке центр заканчивается раньше ТТК и границ Центральной Университивной Оковской. А на севере Западе доходят до Сокола. На севере до ВДНХ. На юге почти до университета. Это исследование на русскую поэзию. Посмотрели произведения, ну и пытались выяснить, что творчество больше всего настроено сейчас. Здесь без сюрпризов. Чем выше круг, тем расположение по вертикали показывает место в рейтинге. Разумер круга число крестовых запросов. Видно, что цвет это основное давление. «Пушки наше все, золотой век, серебряный и серый». Это полтора года назад, больше было исследование погодных предметов. Мы взяли архив погоды за 40 лет для каждого месяца и выбрали одну предмету. потом перевели на понятные тысячи значения и посмотрели для 16 городов как часто они срабатывают. Например, на среднем снежок весной дожжет. Если 2 февраля шел снег, то весна будет необычно дождлива. Число осадков будет больше, чем снег. короткий вывод они, например, не работают. В общем, в одном из городов они не срабатывали больше, чем половина случаев. А заодно мы смотрели в каких городах чаще всего 2 миллиарда приходов. Считали по числу ясных не в сентябре. Ну, тут видно южные города, вместо Краснодара, Ростов, потом почему-то Дальний Восток Дальний Восток Хабаровск. И внезапно Питер обогнал Москву по числу ясных сетей. Два примера исследования программы Яндекс.Карта. В Яндекс.Картах люди могут оставлять сообщения или метки, например, о аварии. Мы взяли все эти метки, положили на карту, и так узнаем, где чаще всего происходит авария. Это похожее исследование, только мы брали метки, там хоть и метки есть, разговорчики, их люди оставляют, чтобы общаться, чтобы вылить свои отношения к настоящему. И брали все разговорчики про эвакуацию. Эвакуатор, спасайтесь, эвакуация тебя эвакуирует, тоже положили на карту и знали, где чаще всего эвакуируют машину. Он на первом месте метро Алексеев. Это исследование про простуду. Взяли запросы, это метод маркеринга, взяли запросы составами простуды, грипп, ОРС, с названием популярных лекарств, симптомов, типа кашель, насколько, и посмотрели, когда случались сезонные простуды в разных городах в течение нескольких лет. вот, например, для Москвы это голодный гибик, это свиногрив, в 16-м году. Вот Питер, то есть видно, что там, например, происходит в среднем два раза. Это Новый год в поиске Яндекса. Хотели увидеть его, как Новый год отражается на дисковарте. Красная линия — это 31 декабря. Опять же, предполагающую люди число запросов редко разбирается, люди идут за стол отмечать, но через 40 минут уже все как обычно, и даже больше запросов, чем в обычных выходных. Вот пример очень изящный видение, исследование того, что мы взяли все слова и толкования, которые мы дали, и посмотрели, как часто мы встречаются в поисковых запросах в течение года. Мы выяснили, что на самом деле сейчас активно используются 43 словами. Но на самом деле пока мы его готовили, там было много спецэффектов. Например, когда мы обратили внимание, что одно из самых популярных слов и словами «Дали» в поиске — это «порно». А на самом деле «порно» «Дали» используется в любом значении — это наречие крепко, надежно, как сейчас упорно. И там есть «двач» тоже было очень популярным словом. Но на сути про маними, да? «Двач» — сдвоенные, например, сдвоенные речи. И вот, пришлось им все чистить руками, разбираться с это маними. Ну вот, на этом, наверное, все. Все эти исследования и другие можно посмотреть в нашей картинке. Там еще много интерактивных, интерактивной инфографиками. Как-то попасть. Наверное, проще всего просто любить исследование Янкса в поиске. Вот. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ